13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую вас и приветствую гостя нашей студии. Олега Ткачёва, руководителя Кировского центра поддержки НКО и члена Общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. Ну, Олег к нам прибежал с судебного заседания, я так понимаю, и мы к нему перейдём немножко позже. Это дело Алексея Галкина, который уже был обвинён в заведомо ложном доносе на сотрудников исправительного учреждения. Сейчас бывает за это повторное наказание, но я так понимаю, что вас в качестве свидетеля по этому процессу вызывали. Мы об этом уже говорили просто. Уже по-другому. То есть там ещё одно уголовное дело, следующее. Вот по нему в качестве свидетеля. Хорошо, мы к этой теме обратимся, но немножко попозже. Сначала я бы хотела всё-таки мостик перекинуть от нашего эфира в дневном развороте. Мы, я помню, обсуждали катастрофу Ан-148 под Москвой, компании саратовских авиалиний, которые в том числе занимаются перевозками по рейсу Киров-Москва, Москва-Киров, пассажиров из нашего региона. Вот в какой связи я хотела с вами поговорить. В Фейсбуке начинается вчерашнего дня, довольно активно Кировском. В Фейсбуке обсуждается эта тема. И в частности, высказывается, ну не то чтобы претензия, скажем так, да, а непонимание некоторыми жителями города в адрес областных властей. Претензия в том, что достаточно неоперативная была реакция. То есть никто не пояснил после того, как это случилось, что область дальше будет делать с перевозчиком. То есть саратовские авиалинии, компания, которая закрывает достаточно большое количество рейсов на Москву, да, там еще есть Руслайн, они сняли с эксплуатации и использования временно самолета Ан-148, то есть пока перевозят другими бортами Кировчан, вроде бы работают по расписанию. Вот, но все эти комментарии приходилось запрашивать, запрашивать журналистам. То есть там позиции такой вот оперативной не было озвучено. Вот по позиции правительства Кировской области, ну я не знаю, почему там не было такой коммуникации и объяснения людям, что нам делать дальше с этой ситуацией и с этой авиакомпанией. Мне кажется, было бы разумно отреагировать сразу же и рассказать, какие меры предпринимаются по выяснению с авиакомпанией, что не так с их парком самолета, как будем поступать дальше. Ну и эту информацию, по крайней мере, жителям внятно четко объяснить, потому что люди находятся в шоке после большой трагедии. И стало известно, что буквально этот же борт летал из Кирова, то есть Нюм раньше... 8, 9, 10 февраля он вез пассажиров по рейсу Киров-Москва. И Нюм раньше это могло бы произойти с нашими жителями. То есть я понимаю, люди находятся в шоковом состоянии, у них много вопросов. То есть на эти вопросы желательно, конечно, получить наиболее быстрые и точные ответы. И от кого получить? Ну, разумеется, от авиакомпании, ну и, разумеется, от правительства Кировской области. Потому что правительство Кировской области имеет непосредственное отношение к заключаемым контрактам на перевозке, к деятельности объекта, находящегося на их территории. Хотелось бы. Ну, я думаю, что в рабочем порядке, конечно, там движение какое-то началось, но жителям об этом ничего не известно. Ну, в официальном комментарии, по крайней мере, говорится о том, что в штатном режиме идут поиски новых перевозчиков, которые могут работать в нашем регионе. То есть нет такого, как в Оренбургской области, те, где практически мгновенно отказались от услуг саратовских авиалиний. Но у нас сегодня в эфире Ирина Левина, их Москва в Оренбурге, поясняла, что рейс Орск-Москва и Москва-Орск, это был единственный рейс, который выполняли в Оренбургской области саратовские авиалинии. Ну, поэтому они оперативно заменили другим перевозчикам, Иш-Авиа, и, собственно, вот, сразу же отказались. Ну, там, понятно, да, большая трагедия в регионе. Вот, у нас такого, что вот кто-то сказал бы раз, и мы там прекращаем сотрудничество, такого нет. Наоборот, говорится, что мы продолжим сотрудничество с саратовскими авиалиниями. Саратовские авиалинии, я напомню, там, они пришли на замену, да, фактически победе, которые возили пассажиров на новых Боингах. Вот, а сейчас, судя по тому, что сообщают федеральные СМИ, после отмены Ан-148, там, временной приостановки их эксплуатации, летают на Яках-42 и на Эмбраерах. Эмбраеров два, по-моему, компании, Яков, кажется, семь. Ну, вот, и средний возраст Яков 30 лет. Ну, я думаю, что всё равно обсуждать, чем заменить, на что заменить, кем заменить, какой авиакомпании заменить, это, там, сложные организационные, экономические, технические решения, которыми должны заниматься специалисты. А не специалисты, то есть жители Кировской области, пассажиры, там, потенциальные пассажиры, будущие пассажиры, там, их родственники, просто жители Кировской области, имеют право знать, какие действия или бездействия предпринимает правительство в отношении, там, ну, в такой вот нештатной ситуации. Олег, как вам кажется, пассажиропоток упадёт на рейсах Киров-Москва, или это, этого не случится, или это будет временный? Я думаю, что это будет временный, там, спад пассажиропотока, то есть, конечно, многие люди, там, реагируя на эту трагедию, опасаются пользоваться услугами авиаперевозчика, и других авиаперевозчиков тоже, то есть, это не прибавляет оптимизма людям, когда они, там, выбирают варианты маршрута от Кирова до Москвы, но, тем не менее, я думаю, что авиаперевозки всё-таки как класс сохранятся, то есть, всё-таки отказываться от авиасообщения, там, с Москвой, не будут из-за этой трагедии. Ну, я должна ещё отметить, что было такое мнение, тоже в социальных сетях озвучено, может быть, имеет смысл как раз не отказываться от услуг саратовских авиалиний, потому что, ну, после случившегося, конечно, в компании пройдут проверки всех возможных уровней, да, и вот уж, там, качество работы будет, там, от и до исследований. Вполне возможно. То есть, я надеюсь, что всё-таки предстоящие проверки позволят повысить безопасность на авиамаршрутах. Олег Ткачёв, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области у нас в эфире. Есть ещё одна тема, которую я хотела бы с вами обсудить, тема тоже минувших выходных. В субботу в Кирове прошла пресс-конференция, которую организовали жена Никиты Белых, Екатерина Белых, Екатерина Рейфер, так её, да, знают некоторые, Андрей Грохотов и ещё адвокат Екатерина, насколько я помню, его фамилия Бергман, да? Вот, я не знаю, вы как-то следите за этой темой или нет? Я читаю, там, репортажи из зала суда, там, я читаю какие-то пресс-релизы, выступления, там, отдельное мнение, там, конечно, эта тема интересует меня, как жители Кировской области. Ну, что здесь пояснить? То есть, пресс-конференция, то есть, состоялся приговор. Это насколько частое явление вообще, что после приговора сторона обвиняемого, ну, вот какие-то такие публичные вещи организуют? Это не очень частое явление, но я думаю, что в данной конкретной ситуации это всё объяснимо. То есть, сторона защиты решила приехать в тот регион, где фигурное дело было губернатором и объяснить, там, всем заинтересованным, кто пожелает прийти, там, в чём же суть дела, там, если кто-то ещё не слышал, не читал, то есть, объяснить из первых уст, там, свои впечатления и, там, своё отношение к этому делу, то есть, каким-то образом сформировать общественное мнение, то есть, разъяснить все неясные вопросы. А зачем его формировать? Ну, это честь человека. Если, там, сторона защиты считает, что его честь, там, пострадала и что обвинение, там, не выдерживает критики, то это их право, там, приехать и объяснить тем, кто пожелает это услышать. Просто разные высказываются совершенно версии, да, по поводу того, что, какие именно цели, там, да, могли быть преследуемы, вот, в частности, там, называется, ну, такая версия высказывается, что это, вот, ну, способ собрать ещё какие-то, там, дополнительные, может быть, письма в поддержку, да, Никиты Белых от Кировчана. Ну, вот, я знаю, что снимали ролик здесь, по-моему, да, по итогам его работы. Да, какая разница? На самом деле, это, ну, письма, ну, мнения, ну, что, в принципе, все люди, которые хотели высказать мнение по поводу этого уголовного дела и, там, мнение в поддержку или не в поддержку, там, бывшего губернатора Белых, то есть, эти люди уже высказывались неоднократно. То есть, плюс два, три или сколько, там, я не знаю, там, мнений, 10, 20, 50. 10, 20, 50 принципиально ничего не изменят, потому что судебное решение уже состояло. Но будет апелляция? Ну, будет апелляция, и что? А в апелляционной инстанции вот эти вот письма в поддержку, они каким-то образом могут быть рассмотрены? Или, насколько я понимаю, апелляция только... Я думаю, что нет. То есть, судебные инстанции у нас достаточно сильно защищены, в том числе и от давления со стороны, там, общественного мнения. Я думаю, что это... Ну, вряд ли суд будет прислушиваться просто к каким-то мнениям со стороны. То есть, это вообще не практикуется? И апелляция вот идет только по материалам дела уже? Или возможно, что это? Если бы любая группа единомышленников, там, собравшись и, там, высказав какие-то мнения, там, имела возможность, там, влиять на суд, то у нас бы все судебные разбирательства в стране были бы очень громкими... Публичными? Публичными, и, там, все бы решалось на неких, там, референдумах. Вот. По принципу верим, не верим, надо или не надо, там, садить. Но суд у нас удален и защищен от подобных влияний. Поэтому, я думаю, ну, это вряд ли, там, способно повлиять на позицию суда, там, в том числе апелляционные инстанции. Я думаю, что это просто дело чести объясниться, там, со сторонниками, с теми людьми, которые верят, или объяснить тем, кто сомневался или недостаточно глубоко вдавался в материалы дела, недостаточно, там, подробно изучал, что происходит, читал, там, стенограммы и прочее, прочее. То есть, дополнительная возможность объяснить, что же это все-таки было. Олег Ткачев, член общественной палаты Кировской области, руководитель Центра поддержки НКО в нашем эфире в особом мнении. Сделаем небольшой перерыв и вернемся к этой теме. Продолжаем слушать особые мнения Олега Ткачева, члена общественной палаты Кировской области. Но еще немножко по пресс-конференции супруги Никиты Белых и адвокатов по делу пройдемся. Адвокат Андрей Грохотов в процессе субботней пресс-конференции зачитал обращение Никиты Белых к кировчанам. Это то, о чем мы говорим, что человек пытается каким-то образом всем жителям области пояснить свою позицию по делу. Ну и в частности он говорил о том, что удалось сделать в Кировской области, что не удалось. Отмечает, что не все получилось сделать идеально. Какие-то проблемы были трудными, реализация каких-то проектов растянулась. Главная цель, которую я перед собой ставила, это сделать жителей области и предпринимателей соучастниками конструктивных процессов, происходящих в регионе. Ну и упоминает там и по ПМИ, и вовлеченность в принятие каких-то решений. Насколько помню, при Никите Юрьевиче начинал действовать народный бюджет так называемый. И прочее, и прочее, и прочее. То есть не только такое пояснение по делу, но и еще желание днести свою позицию и объяснить, чем занимался человек на посту руководителя региона. Ну да, это действительно так. Если было обращение Никиты Белых к жителям Кировской области, его стоило зачитать и публично обратиться через средства массовой информации и довести до сведения максимального количества жителей Кировской области. То есть это право Никиты Юрьевича обратиться и быть услышанным. Еще один момент, который тоже с вами хотел обсудить, как с представителем общественной наблюдательной комиссии, объясните, пожалуйста, та информация, которая появилась практически сразу после оглашения приговора о том, что Никиту Белых могут отправить, отбывать наказание в Кировскую область. Якобы заведено такое правило, что человек отправляется по месту прописки в случае, когда вот уже приговор, собственно, окончательно устоит. Насколько это вероятно? Потому что вот если вспоминаешь историю с громкими какими-то сидельцами нашими, далеко не всегда по месту прописки они отбывают наказание. Действительно такая практика есть? Такая практика есть. То есть общее правило, те люди, которые отбывают первый срок, то есть по первому углу дела, так называемые первоходы, то есть обычно они отбывают наказание в том же самом регионе, в котором зарегистрировано, чтобы, ну, по принципу, быть... Да, давайте поясним, да, с чем это может быть связано. Это с тем, что родным проще навещать. Чтобы родным было проще навещать, то есть в своем регионе как-то проще адаптироваться. То есть такое правило есть, но оно... Оно не прописано нигде? Оно прописано. А прописано, так. То есть у Федеральной службы исполнения наказаний есть достаточно подробные регламенты, инструкции, как поступать, каким образом определять место. То есть это зависит от сразу многих факторов. То есть в первую очередь, конечно, приговор суда, который определяет режим колонии. То есть далее и прописка, и обстоятельства дела, но... Отступление от этого правила возможно? Конечно, отступление из этих правил возможно. Есть так называемое спецраспределение. Спецраспределение только через ВСИН России. То есть ВСИН России может определить другой регион, другую колонию. То есть, как укажут, исходя тоже из каких-то прописанных правил и инструкций, которые у них есть на эту тему. То есть, ну, допустим, высокопоставленное должностное лицо этого региона могут посчитать, что на территории Кировской области там будет какое-то влияние, не влияние. То есть к нему могут относиться либо хуже, либо лучше, чем положено. Не нейтрально. Да, да, да. То есть это будет решение ВСИН России. И очень интересно, какое решение все-таки примет ВСИН России. А вот такой вопрос. ВСИН это принимает по своей инициативе? Или кто-то все-таки должен как-то это проинициировать, да, с каким-то обращением выступить? Еще что-то? По спецраспределениям там возможны обращения, возможно обращения там из разных инстанций, в том числе и по инициативе родственников. А, то есть могут все-таки родные, да? Могут родные, родственники ходатайствовать о том, чтобы распределиться именно в Кировскую область. Или не в Кировскую. Или наоборот. Или наоборот, куда угодно. И мотивировать это тем, что они находятся в другом городе. Могут мотивировать чем угодно, это будет одно из мнений. Могут какие-то правоохранительные органы мотивировать тем, что на территории Кировской области возможно там какие-то проблемы в связи с отбыванием наказания, какие-то лица, фигуранты. Допустим, если несколько фигурантов по одному уголовному делу, то их, разумеется, не садят в одно и то же учреждение. То есть, чтобы... Чтобы они дальше не продолжали свою деятельность? Да, да, да. То есть, чтобы... Ячейка, чтобы не формировалось преступное... Преступное сообщество. На территории спецучреждения. Да, да, да. Созданное по одному уголовному делу, чтобы она не продолжала свою деятельность вместе. Рассаживают. Рассаживают. В разные группы. В разные места. Ну вот, там очень много таких вот маленьких и больших правил, по которым там Син Россия определяет, каким образом поступить. И очень интересно и очень важно понять, узнать, я думаю, скоро мы, наверное, узнаем, все-таки окончательное решение, как определяться именно с Никитой Юрьевичем Белевым. А это окончательное решение, Олег, еще поясните, пожалуйста, будет озвучено по месту отбытия наказания после того, как приговор вступит в силу все-таки окончательно? Или до? То есть, несмотря на все там касации, эпиляции и прочее, просто обозначить место, куда отправить? Обычно после того, как вступит в силу. То есть, когда все-таки уже вступит в силу, и надо будет его там определять, куда-то везти. То есть, будут принимать, куда везти. Пока не вступил в силу, там еще многое может измениться. Поэтому обозначать место, куда. Ну и хотелось бы оговорить, что конкретное место, где будет отбывать наказание, это информация так-то не публичная. А, то есть ее... То есть, название учреждения точно не озвучат, но могут озвучить регион. Вот эту информацию сообщат родственникам, и жена имеет полное право знать. А озвучит, имеет ли она право? Она-то не имеет право. То есть, по своему желанию, по договоренности с осужденным. Но бывают случаи, когда осужденный не желает информировать никого о месте своего пребывания. То есть, такое нечасто, но бывает. То есть, человеку, например, стыдно. И он дополнительно сообщает, что не желаю сообщать никому. И эта информация держится в тайне. В СИН России никому не скажет, в каком конкретном случае. Даже родным? Или родные все-таки будут знать? Если явно будет выражено желание, то есть, это его персональные данные, то есть, местонахождение. Если он запретит, то в том числе и родные. А как же там переписки и прочее? Если он запретит, то есть, это вот его желание. Ну, учитывая, что адвокаты заявляли о намерении пойти в обжаловании приговора до самых верхов, я так понимаю, что информация о том, куда Никита Юрьевича отправит отдавать на казань, еще и скоро звучит. Все равно, рано или поздно, а скорее, там, через пару-тройку месяцев, мы все-таки узнаем. Понятно. Олег Ткачев, член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области, член Общественной палаты Кировской области, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций у нас в эфире. Это его особое мнение. Мы сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Продолжим разговор с Олегом Ткачевым, руководителем Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, членом Общественной палаты. Еще одну такую важную вещь хотел с вами Олег обсудить. Накануне появилась информация и опубликовало ее издательство «Красная весна». После этого достаточно активно подключились местные средства массовой информации. Информация о том, что библиотеки Герцена в этом году впервые за 180 лет ее существования не выдали деньги на покупку литературы, новых книг, периодики и прочего. Ну вот такая вот грустная новость. Я не знаю, видимо, связано это с экономией областного бюджета и тем, что нам надо расплачиваться с долгами перед кредиторами за государство. Мы неоднократно говорили, что Кировская область находится в таком печальном положении. То есть об этом говорится уже не один год, не при первом губернаторе. С каждым годом дела все печальнее и печальнее. Мы глубоко дотационные. Но мы такие не одни в России. Мы не одни такие. В данном сезоне, то есть в данном бюджетном году, это коснулось и комплектования библиотек. Но это не только в этом году, это в ближайшие три года будет, я так понимаю. Это очень грустно. Сейчас это началось. Это очень грустно. Я думаю, что все-таки необходимо средства изыскивать. Необходимо все-таки обращаться и к депутатам законодательного собрания, чтобы они все-таки сделали поправки в бюджет. И на какие-то нужды все-таки изыскивали какие-то средства. Олег, а кто должен обращаться к депутатам законодательного собрания? Руководство библиотеки имени Герцена? Люди, читатели, кто? Ну, руководство библиотеки имени Герцена, разумеется, они пишут в пределах своих полномочий свои служебные записки в Министерство культуры. Министерство культуры при формировании бюджета, да и не только при формировании бюджета, то есть, они должны подать заявку на дополнительное финансирование из бюджета, чтобы делать поправки в уже состоявший сверстный бюджет, в том числе и на эти нужды. Я понимаю, что тяжело. Я понимаю, что, чтобы взять и положить сюда, надо откуда-то отрезать. Надо искать. То есть, мне кажется, что Министерство культуры должно срочно озаботиться и восполнить эту потерю, все-таки запланировать, убедить депутатов в законодательном собрании, что необходимо провести поправки в бюджет и найти необходимые суммы на комплектование фонда библиотеки. Олег, вот какое дело. Я, насколько помню, по прошлым годам не первый раз происходит такое, что где-то не хватает денег в какой-то сфере. И когда мы с депутатами еще предыдущего зазыва заксобрания это дело обсуждали, они говорили следующее. Ну вот все отлично, конечно, мы не злые люди, мы готовы принять решение о том, что давайте принесем. Скажите, где взять? Где взять? У кого отобрать? Они вот так спрашивали. Вот так они ставили вопрос. То есть, мы же понимаем, что если в бюджете денег нет, и мы откуда-то найдем деньги на покупку книг в Герцингу, то значит, кому-то не достанется. Да, это так. У кого отрезать? Не знаю. Честно говоря, не знаю. Но когда верстается бюджет, то есть у нас есть специально обученные для этого люди, там, Министерство финансов, экономический блок. Блок. Они сидят, читают. То есть их задача, их прямая профессиональная обязанность, то есть сбалансировать бюджет таким образом, чтобы хоть немного, но хватило закрыть большинство дыр, желательно все дыры. Я не знаю. Мне кажется, что сумма, необходимая для комплектования книжного фонда, это не астрономическая сумма, которую там нет куда Кировской области взять вообще. Я думаю, что это решаемая проблема, это посильная проблема. Как Вы относитесь к тому, что, ну, вот это не Герцинга объявляет, да, и я думаю, что они об этом, наверное, даже и не заявят никогда, но возможно ли привлечь общественность в таком случае к помощи библиотеки? У старейшей библиотеки в регионе, там, одна из старейших в России фактически, да, историческая библиотека, остается без возможности что-то покупать. А может Герцинга, как бюджетное учреждение государственное, вот и объявить о сборе средств? Слушайте, у нас есть некоммерческие организации, у нас есть различные благотворительные фонды, которые могут на себя взять миссию сбора пожертвований от населения в пользу библиотеки, то есть на целевое расходование средств именно для пополнения фонда. Но это, конечно же, это дополнительные усилия, которые никаким образом не отменяют необходимость действовать на государственном уровне. А на государственном уровне это формирование бюджета, это исполнение этого бюджета, это защита статьи бюджета на эти нужды. Это обязанность государства. То есть должны подать пример в некотором смысле? Дело не в том, чтобы подать пример. Усилия общественности по сбору каких-то собственных средств на эти нужды, это усилия общественности. Это всегда только лишь дополнительные. Это комплектование государственных фондов, которые находятся в государственном учреждении. Это прямая обязанность государства. Это предписано и законами, законами первого действия. Олег, высокотехнологичная медицинская помощь тоже прописана российскими законами в случае, когда она нужна в угрожающих жизнях ситуациях. Мы же понимаем прекрасно, далеко не всегда она оказывается, иначе не собирали бы деньги на лечение детей и прочее. Здесь, не скажу, что такая же, но сходная по техническому воплощению мысль, государство обязано, но много что обязано. А люди могут скидываться, кому не жалко, и помогать в этом. Ну, я думаю, что мы, представители библиотеки имени Герцена, обязательно в ближайшее время пригласим в наш эфир и все-таки подумаем, что мы можем сделать в этой ситуации, можем ли мы как-то помочь, и есть ли какие-то шансы на то, что с точки зрения бюджета, может быть, отыграют назад или наоборот, что-то добавят в Герценке. Еще одна новость, связанная с детьми, подростками, такая тема довольно интересная, и с общественным мнением, между прочим, связанная, появилась информация о том, что на уровне законодательного собрания как раз, да, может быть, принято решение о запрете продажи электронных сигарет в Кировской области. Ну, два депутата выходят, значит, вносят законопроект, Юрий Балыбердин, мы знаем Юрия Александровича по работе с молодежным парламентом, Ирина Морозова, да, главный врач Новоавиадской больницы в прошлом, насколько я помню, да, вот, и, собственно, идея от Владимира Шабардина исходит у полномоченного по защите прав ребенка в Кировской области. Как вам кажется, вот эта вот идея с запретом, она скорее в плюс сыграет или в минус? В плюс для чего? Для детей, для подростков? Я не считаю, что это, ну, такая суперзначимая инициатива, там, по запрету каких-то электронных секретов, там, во-первых, не такое, там, огромадное количество пользуются этими электронными, там, штучками. А действительно несовершеннолетние их покупают? Не знаю, не видел. Ага. То есть, я видел, там, один или два, там, каких-то, там, специализированных, там, варька или отдела, там, в каких-то супермаркетах по продаже электронных, там, каких-то этих самых сигарет. Я не увидел, там, больших очередей, а тем более очередей подростков стоящих за покупкой этих гаджетов. Они достаточно такие, ну, недешевые. Я не уверен, что от этого, там, там, какой-то суперотдельный вред, там, вред больше, чем от обычных сигарет. Ну, вот говорится о том, что покупка электронных сигарет в дальнейшем, когда подросток вступает, там, в возрасте совершеннолетия, 18 лет, стимулирует его к тому, чтобы начать курить обычные сигареты. По-моему, наоборот, это гаджет для тех, кто пытается бросить курить, там, обычные сигареты и по степени уменьшения вреда, там, переходит сначала на электронные, а потом забывает и эту игрушку, вот, и стимулируется просто не курящим. Для тех людей, которые первый раз начинают, там, и вот именно с электронных, я не знаю, как это работает, потому что нет даже практики, ну, вот. Исследований нет? Нет, не исследований, и у меня даже не на что опереться с точки зрения, там, каких-то общих знакомых, которые бы первый раз начали, там, курить какие-то электронные сигареты, и к чему бы это приводило? Мне известны, например, только наоборот. Ну, и я не считаю, что это суперглобальная проблема для Кировской области. Будет этот запрет или не будет этого запрет? Будет хорошо. Ну, будет и будет. Будет и будет. Вот. Понятно. Хорошо. Ну, и вот тема, анонсированная нами, Алексей Галкин, Кировский, как радио, сайт «Радио Свобода» представляет его, Кировский правозащитник, для меня не очень понятно, да, вот такое наименование. Я, насколько помню, это заключенный, который отбывал наказание в нескольких исправительных учреждениях нашего региона, вот, освободился и написал жалобу, да, на действия сотрудников исправительного учреждения, и после этого был осужден повторно за ложный донос. Да. Ну, насчет правозащитника, мне кажется, средства нас информации слегка погорячились, то есть, мне кажется, это, ну, просто обычный осужденный. За несколько дней до его выхода на свободу в К-20, там произошел некий инцидент. ИК-20, давайте напомним, где это? В Кировской области. В Кировской области, хорошо. Осужденный, бывший осужденный утверждает, что его ударил сотрудник учреждения, то есть, у него было там разбито лицо. Администрацию учреждения утверждает, что травму он получил при падении с турника, там, на зарядке. Ну, человек, находившийся за забором, написал жалобу, то есть, написал, сообщил о совершенном преступлении, по сути говоря. Вышел на свободу, и далее оказалось, что была проведена проверка. Проверка не подтвердила, там, его слов, что он был ударен сотрудником справедственного учреждения. А следовательно, если он не был ударен сотрудником учреждения, то есть, если преступление не совершал сотрудник, значит, преступление совершил он, написав заведомо ложный донос. Да, и мы помним, по этой ситуации мы с вами разговаривали, да, тут даже дело не в том, был заведомо ложный донос или нет, не было, а сколько в том, что эта ситуация становится системной, и не только в Кировской области. Да, любая жалоба, она может для заключенного, либо нынешнего, либо бывшего заключенного обернуться вот такими последствиями, да? Ну да, да. То есть, к сожалению, все проходит именно вот так, все по такому сценарию. Ну, проверка проведена, его доводы, ну, как бы не подтвердились. Человек, человек снова был отправлен на два года отбывать наказание, теперь уже за заведомо ложный донос, и теперь... За то, что написал... Жалобу? Жалобу он был отправлен на два года. Так, и теперь против него еще одно дело возбудили? Да, то есть появилось еще одно дело за оскорбление представителя учреждения в СИН, то есть, когда он был в СИЗО-2, он оскорбил в общественном месте... Общественное место это что? Вот в СИЗО общественное место это что, Олег? Ну, камера... Камера это общественное место, потому что человек там не один. Определение общественного места, это находится ли рядом... Кто-то еще. Кто-то еще. То есть, вот сейчас в суде, сейчас идет суд, буквально там в эти минуты, где разбираются там обстоятельства, было ли это общественным местом, или можно ли камеру в СИЗО-2 считать общественным местом. присутствовал ли кто-то рядом присутствовал рядом еще один осужденный который утверждает, что он это видел и следовательно, что у Галкина был умысел каким-то образом оскорбить и опорочить в присутствии общественности сотрудника СИЗО чем это может грозить человеку? дополнительное дело собственно говоря, там санкции по той статье, они достаточно небольшие, но тем не менее это штраф или это новый срок, какой-то там добавление к существующему уже? мое впечатление, что все-таки это будет какой-то штраф то есть добавление к сроку, я думаю, что не подразумевается такие вещи, насколько часто вообще происходят когда вот за оскорбление сотрудниками исправительного учреждения какие-то накладывают санкции? вы знаете, есть формально юридическая правда, да, основа то есть можно ли было создать дело вот по этому составу, по этой статье в этой ситуации? юридически, ну да, можно это можно как бы обсуждать а сколько это было оправдано с точки зрения там, а зачем? даже, допустим, ну, какой-то осужденный там, подследственный, ну, обматерил там сотрудника там, стоит ли это, там, возбуждение по неприятной там статье стоит ли это столько человека часов да, может, тратится же время тратится же время государственная система проворачивает там все эти жернова, то есть, скорее всего я не знаю там, как будет исход дела, но если без оптимизма, то, скорее всего, будет там, очередной обвинительный приговор зачем это все? ну, у вас есть ощущение, что это в качестве дополнительного наказания, вот за ту жалобу или нет? да, мне кажется, что это, там, все-таки это некое, вот, с моральной точки зрения вот, вот, мое такое оценочное осуждение, мне кажется, это такая ну, месть системы за то, что слишком много жалоб пишет чтобы знал свое место и демонстрация всем остальным, что будете много писать будете много там прав качать ну, будет вот так же в общем, сидите тихо сидите тихо от звонка до звонка Олег Ткачев, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области член общественной палаты и руководитель центра поддержки некоммерческих организаций был у нас в студии мы на этом прощаемся, до свидания Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!